В 2017 году в Анапе не было конфликтов, которые можно было бы назвать межнациональными или межконфессиональными. Это один из основных итогов минувшего года. Мы годно взаимодействуем с нашими общественными советами, с нашими представителями наших национальных организаций общественности. То, что возможно бы могло бы послужить этому, то есть оно пресекается, проявляет разъяснительные работы. Итоги подводили вместе с советником Краевого департамента внутренней политики Еленой Егоровой. По ее мнению, город-курорт состоялся как своеобразный плавильный котел, где представители самых разных национальностей, не теряя собственной идентичности, чувствуют себя гражданами единой страны. Анапа у нас один из центров действительно межнационального соглашения с точки зрения российского фактора. То есть, кто бы мы ни были, мы, прежде всего, граждане России. А если у нас еще есть национальный компонент, который мы можем продемонстрировать для садушества, для позитива, для объединения, то мы только будем это приветствовать. Красть анапчанин для нас – это значит человек с высоким российским интеллектом и авторитетом. Вместе с тем Елена Егорова рассказала об основных вызовах. Один из них – экстремизм в самых разных формах, в том числе религиозный. Подобная идеология стремится в вакуум, поэтому необходимо подключать духовенство. Исполняющая обязанности заместителя главы города Екатерина Боровская рассказала, что анапская молодежь принимает участие в церковных мероприятиях. Вместе с тем, одна из главных битв за умы сегодня проходит в глобальной сети. Волонтеры мониторят ее содержимое. В прошлом году они выявили около ста экстремистских ссылок. В этом году уже 73. Информационная безопасность сейчас выходит на первый план. Именно здесь мы формируем повестку дня, работая на опережение. Создан очень хороший информационный молодежный контент в нашем городе. Работают группы в WhatsApp, работает информационный ресурс управления по делам молодежи. То есть мы предоставляем альтернативу. Проекты, которые уже себя зарекомендовали, будут продолжены. Вместе с тем в проект решения также включили вопрос, связанный с дополнительными мерами по контролю за теми, кто приезжает в Анапу на сезонные заработки. Тему озвучил винодел Валерий Асланов. По его словам, многие приезжают из других стран для того, чтобы торговать опасными для здоровья суррогатами. Глава города Юрий Поляков поставил вопрос шире. Необходимо, чтобы все, иностранцы или граждане России, работали исключительно в правовом поле и получали необходимое разрешение, а следовательно платили налоги в бюджет. Они приезжают, отторговались, деньги сняли с наших инвесторов, с наших отдыхающих, продали свой товар и уехали к себе. И там заплатили 5 копеек налог. Так вот это вопрос, давайте примем какое-то решение здесь на комиссии, что будем с ними делать? Или они должны становиться на учет тогда? Ну, в рамках приличного. Потому что есть закон Российской Федерации. В этом году выборы президента. Кроме того, в Краснодарском крае пройдут матчи мирового первенства по футболу, куда приедут гости со всего земного шара. Вместе с тем, для города, где проживают представители 80 национальностей, тема будет актуальной всегда. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.